Город-крепость, город-герой. В первые же дни войны немецкие бомбы упали на Севастополь. Ожесточенные бои за каждую пять земли шли на протяжении почти целого года. Штурмы разбивались от доблесть советских моряков один за другим. Потери раз за разом заставляли врага отступить. Город на Черноморском побережье стал серьезной преградой на пути гитлеровцев. Несмотря на титанические усилия защитников, отстоять Севастополь все же не удалось. Оборонявшие его черноморцы, отрезанные от снабжения, не выдержали натиска многократно превосходившего в численности противника. Солдаты плакали от горечи. Город стонал в оккупации. Советские войска вернулись в 44-м. Освободили Севастополь в начале мая. На захват города у немцев ушло 250 дней. Красная армия взяла его за три недели. Страницы ратной истории города-героя сейчас на обозрении ульяновцев. На выставке «Севастополь» — город русской славы, образцы вооружения, форма и экипировки. Защитников города. А также книги, плакаты, фотографии тех лет. Свидетельства подвига, защищавших советскую землю моряков. Отдельное место в экспозиции занимают коллекционные материалы. Значки, календари, монеты, марки, открытки, посвященные городу, к освобождению которого в свое время приложил руку и наш регион. И у нас в годы войны работал арсенал. Это центральный военно-морской арсенал, который снабжал все флоты, и Балтийский, и Северный, и Черноморский, и Азовскую флотилию, минами, торпедами, снарядами, патронами, которые направлялись в том числе на корабли Черноморского флота и в армию для освобождения Крыма и Севастополя. Поэтому мы сегодня впервые в истории нашего государства презентуем конверт, посвященный нашему арсеналу. Правда, он закрылся два года назад окончательно, но он был, это наша история, и мы сегодня его погасим штемпелем. Ульяновс, город, трудовой дом. Выставка организована при содействии Музея Победы, город Москва, и является частью федерального проекта «Территория Победы», в который вошли более 250 музеев со всей страны. И целью этого проекта является объединение всех этих музеев и создание единого информационного пространства в военной истории 20-го столетия. Выставка – не первый проект-коллаборация. Оборона и возвращение Севастополя – уже четвертая по счету совместная с Московским музеем экспозиция. В прошлом году ульяновцы могли посетить собрания, посвященные Сталинградской битве, Курской дуге и полному снятию блокады Ленинграда. Антон Кузьмин, Сергей Ребухин, репортер 73.